друзья всем привет как вы поняли из названия у нас сегодня в ролике карнизный свес связан то с тем что мы часто на своих объектах приходим на объекты и видим примерно вот такую ситуацию как бы вот все правильно все как будет есть как капельник конденсата есть контрабрус есть мембрана есть обрешетка но есть нюансы которые я бы хотел сегодня пояснить вот и этот ролик можно сказать этот ролик делается для нас самих чтобы потом заказчику отсылать и чтобы он по нашему ролику делал для нас тот или иной карниз потому что в зависимости от того какой у вас какая у вас будет восточной системы она может быть и подвесная может быть и настенная есть свои нюансы поэтому в этом ролике мы обсудим кое-какие нюансы итак друзья приходим мы на объект допустим и видим вот такую ситуацию во-первых первый вопрос почему нету доски на лобовое стропили не то есть как будет обшиваться сама лобовая доска либо это останется просто в дереве наколоть отсюда доску либо это будет примерно вот так вот когда бывает делают открытыми стропилы остаются и что-нибудь вырезаются типа какого-нибудь декора красивые стропили они красятся и остаются видимыми вот и здесь тоже есть нюансы если если и но собираются делать суда доску и подшиву независимо какую а так обычно бывает когда без лобовой доски это когда делается обычно без лесов вот строительных потому что неудобно как им кверху прибивать лобовую доску поэтому очень важно на этапе когда уже у вас сделал маурлат ставить вокруг своего дома строительные леса хорошие вот и что же потом получается потом вот лобовая доска допустим до который будет у нас на стропе и и подсовывают сюда что же нас получается что капельный конденсатор у нас уже вышел то есть он уже разогнулся то есть уже имеет сюда загиб далее если у вас подвесной желоб ставится крюк соответственно если мы его ставим практически в прямую он перекрывает у нас продукт вот и что приходится делать и ванда выпускать для того чтобы отсюда был забор воздуха опять же смотрите сюда здесь в этом месте крюк уже потерял свою как бы искать жесткость вот потому что он уже какую-то часть сантиметра 3 висит воздухе и нет у него столько жесткости чтобы быть крепким скажем так вот поэтому такой нюанс он как бы очень важный что нам приходится делать то есть перекручивать снимать первую доску и двигать ее выпускать сюда чтобы жесткости было побольше это вот такой нюанс и давайте я сейчас его разберу и покажем примерно как это сделать правильнее скажем так вот и мы будем просить наших заказчиков на этапе когда они уже начали делать стропильную систему делать так сейчас мы это здесь покажем итак друзья чтобы не делать мне много всяких еще вещей на этом макете я воспользуюсь одним видео видео это опубликовано на форум хаусе на youtube канале форм хаусы я оставлю ссылку в описании вы можете по ссылке пройти и посмотреть полностью это видео по на макете там тоже собирают с пароизоляции с утеплителем с мембранами вообще весь карнизный свет и на мой взгляд очень грамма очень грамотные моменты есть в этом видео я вам советую туда перейти и посмотреть его полностью но я посмотрев то видео есть в этом видео и кое-какие нюансы их немного но их надо подчеркнуть вот и давайте начнем просмотр и я буду говорить нюанс а потом уже полностью с вами закончим карнизный свет как вижу это я что поехали для того чтобы нам ровно уложить мембрану в области холодного карнизного свеса здесь надо организовать сплошное основание для этого надо уменьшить сечение стропил в его коричной части на длину холодного свеса вот это решение очень грамотная и я бы советовал делать это так всем и почему дальше мы разберемся следующим этапом работы оформим холодную часть карнизного свеса оформленную сплошным настилом как подложку для мембраны следующим этапом монтируем лубовую доску очень грамотное решение связано с тем что здесь сделали выборку стропили вот потом прикрутили доску и прикрутили доску на лобовую единственный момент который не сказали в этом ролике это надо когда прикручивать эту доску нельзя ее поднимать вровень к стропили то есть чтобы потом когда при установке капельника конденсата вот у вас не получилось вот такое вот понимаете да то есть чтоб доска не мешала потом этому капельнику конденсату для того чтобы оформить организованный отток воды с вент канала мы применяем капельник устанавливаем его на лобовую доску ну и далее по поводу капельника конденсата во всех практически магазинах в гипер строительных каких-то да и в строительных магазинах продаются вот такие вот капельника конденсата с моей точки зрения что вот это вот расстояние у капельника конденсата очень большое вот и надо делать его можно делать до меньше чтобы здесь было 30 миллиметров сейчас я сделаю и покажу вам ребята и вот он получается капельник конденсата здесь 30 миллиметров и загиб 15 миллиметров вот он капельник конденсата он как отлив на окне знаете что такое вот он примерно такой же он те же по сути функции выполняет и тут очень важный момент по поводу самого капельника конденсата в ролике показано что его поставили впритык вот по сути и любое любой капельник конденсата любой отлив он должен минимум минимум зависит тоже от высоты здания выйти от лобовой на 25 30 миллиметров вот чтобы капли которая стекает не не капала на лобовую доску пока пола уже снаружи понимаете да а вот и такой еще очень важный момент капельник конденсата когда плотники будут ставить да вот он ставится только тогда когда у вас лобовая остается именно из дерева да вот потому что если вдруг будут у вас лобовая обшиваться какими-то ну софитами или декором да как мы это делаем вы можете перейти по ссылкам в описании я там есть у меня два ролика по поводу декора и вы можете посмотреть и там я примерно понятно понимаю показываю последовательность действий прикручили мы капельник конденсата и я хочу немножко вернуться назад сказать о важности именно доски которая идет у нас в этой зоне когда без доски получается что у нас в этом месте видите он прогибается то есть есть прогиб и когда мы будем сюда укладывать мембрану и если еще какая стропина стропина не ровно там где-то миллиметра то капельник будет постоянно фолдить поэтому решение когда здесь есть доска очень крутая вот и давайте далее к мембране и контрабус и обрешетки теперь остается этап применения ветра водоизоляционной мембраны она должна укладываться непосредственно на поверхность утеплителя то есть никаких неплотностей там быть не должно и соответственно фиксировать она будет местах перехлёстов то есть никаких посторонних отверстий не происходить не должно для фиксации мембраны на карнизном свесе а именно в районе капельника используется бутылка учуковая лента в ролике показано что гидроизоляция заклеивается на бутилка учуковскую ленту я не знаю мы никогда не использовали эту ленту в основном мы использовали либо мембран уже есть место где есть клевая основа и сразу же одирают эту пленочку можно приклеить ее на капельник конденсата второй вариант можно взять скотч очень хороший скотч delta band вот можно приклеить ее капельнику вот так вот сюда вот ну и если нету здесь интегрированной клевой ленты то самым лучшим способом на мой взгляд это delta tan это клей наносится на капельник и соответственно потом приклеивается единственный момент когда вы заклеиваете на клей что-либо можете не только капельника конденсата но вообще использование клеев в пароизоляции где-то еще не надо ее размазывать то есть ее наста оставить так чтобы она была как бы шнурком следующим этапом нам необходимо создать вент канал высота вент канала минимум 50 миллиметров поэтому чаще всего используется 50 миллиметровый брусок добивают брусок контрабрешетки на стропила но после фиксации бруска я у нас повредится изоляция поэтому по той стороне которая будет прилегать к мембране мы приклеиваем блатнительную ленту и так же как в ролике мы должны проклеить ленту в нашем случае это дельта шау бэнд вот и прикрутить контрабрус и потом уже обрешетку единственное что делают многие ошибки я хочу этот нюанс сказать что некоторые приклеивают ленту сначала на контрабрус а потом уже вместе с ленты прикручивают к стропили не в чем ошибка когда вы укладываете мембрану вы пробиваете и скобами и потом когда прикручиваете брусок вы тоже дырявите так вот это все дырки и может кто-то замечал что когда сделал уже контрабрус даже с лентой с обрешеткой вы можете заметить что в дождик стропилы мокнут связано с тем что именно сначала они приклеивают на контрабрус а потом укладывают на стропили ну дело в том что у ленты есть клеящий слой вот если приклеить сначала на контрабрус а потом прикрутить сюда то здесь получается что он не приклеивается то есть он прикручивается держится но не приклеится и не является до конца герметичным этот момент этот узел поэтому надо наклеивать именно на мембрану сюда так вот да и потом уже и потом уже контрабрус прикручивать видите он приклеивается к мембране тем самым делать это место более герметичным поэтому этот момент надо учитывать и я хочу сказать вам еще что есть кроме этих лент на данный момент это я думаю что самое лучшее решение это дельта дать бэнд она выглядит как такая резина как для вулканизации знаете тянется и когда это уже приклеивайте и потом ложечки контрабрус она затягивает все эти места где вас отверстие и является наиболее наверно на сто процентов герметичным узлом узлом вот как то так имейте ввиду это ну и вот мы тоже прикрутили контрабрус и часть обрешетки единственно что мы я здесь не делал я не ставил эти ленты под контрабрус связано с тем что он просто это макет и он будет еще разбираться вот и что хотел подметить в ролике если вы заметили что крутят на черные саморезы вот такие вот вот такие саморезы применять конечно же нельзя надо использовать саморезы вот такие вот то есть чтобы было у них пустое тело то обязательно только эти саморезы притягивают а вот такие вот саморезы которые имеют полную резьбу до шляпки они не притягивать они доходят до шляпки и все стали они не притягивают не доску не контрабрус вообще ничего не притягивает и если там перетянуть то они ломаются такие саморезы использовать тоже нельзя и я вам сейчас покажу на примере двух саморезов один такой и один такой как они работают смотрите вот тут у вас есть доска которая выпирает соответственно ее надо притянуть то есть мы берем саморез которая не имеет пустого тела и вкручиваем саморез утапливается но доска не притягивается откручиваем в моем случае саморезы торкс со звездочкой это самые на сегодняшний день лучшие саморезы я считаю вот и берем с пустым телом саморез он его полностью притянул также дальше сморить еще один то же самое них доску притягивают ну вот мы разобрались саморезами я рекомендую конечно использовать саморезы торкс они лучше то есть и как бы по своим характеристикам они как гвоздь и по поводу гвоздей некоторые бьют тоже гвоздями обычными вот я скажу проблему гвоздей когда вы забиваете гвоздями если у вас доска немножечко сырая не сухая да то они со временем вылазят понимать как грибы вот здесь конечно такие гвозди как там винтовые и с какими там нарезками да вот особенно когда их бьют неллерами вот я ничего такого прямо сказать не могу что они плохие или хорошие потому что я нет опыта и работы с ним я знаю что когда туда заряжает определенные гвозди да наверно ершон или винтовые когда вы забили гвоздь вот не знаю сколько он притягивает но вытащить его уже уже проблематично даже монтировка скорее всего гвоздь останется а здесь доске будет дырка и монтировка его поддеть или что еще ну проблематично поэтому все таки на мой взгляд саморезами крутить лучше и тут ребята вроде как бы и все все понятно вот но у вас наверное будет вопрос а где мы возьмем такой капельник конденсата именно вот такой формы чтобы ну поставить его сюда конечно его сейчас нету магазина такой именно формы вот да и если даже появится есть такие моменты когда если заказчика будет декор то капельник конденсата ставится после того как сделается декор именно из металла имеется ввиду вот поэтому а есть такой момент что они его не ставят мы приходим на объект конструкция примерно в таком виде вылет но без капельника конденсата и здесь есть такой момент когда мы приходим делаем выполняем декор у нас такая проблема что контрабрус прикручен или прибит да и мы тупо не можем туда его подсунуть или засовываем снимая две там доски а вот поддевая контрабрус выкручивая или выдергивая гость то есть мы сталкиваемся с такими проблемами ну и чтобы засунуть туда качественно этот капельник конденсата и вот и здесь я хочу на будущее можно даже для наших заказчиков показать как надо сделать и давайте я вам расскажу ну а теперь ребята это тот момент ради которого весь этот ролик и записывался в том случае когда делают плотники саму систему стропильную систему все за этого делают и подходит к тому моменту когда надо ставить капельник конденсата а его может быть и нету либо у нас здесь будет декор из металла то соответственно капельник ставится потом и как же здесь делать часто мы приходим на объект и у нас вот такая происходит тема что контрабрус стоит пленка под ней тоже есть сделана обрешетка вот и мы приходим и начинаем делать декор лобовой доски соответственно после того как мы сделали нам надо поставить капельник конденсата и чем мы сталкиваемся мы не можем не можем нормально подсунуть сюда капельник конденсата то есть мы сталкиваемся с проблемой что когда мы засовываем даже если мы отсюда гвоздь выдернули разобрали обрешетку да как это бывает это вы можете посмотреть я уже говорил ранее что есть на канале два ролика про декор лобовой доски и там есть последовательность действий и там даже видно что мы каких-то моментов ну пытаемся это капельник сунуть у нас не всегда хорошо получается откручиваем обрешетку пара досок выкручиваем здесь саморез который здесь стоит допустим и пытаемся туда его засунуть ответственно если это самореза другой прикручены здесь или гвоздь мы ну то есть нам проблематично то засунуть поэтому в этом ролике я и хотел бы сказать как надо подготовить под нас вот эту систему когда плотники сделали то что было ранее в ролике сделали здесь сделали здесь вот потом укладывают мембрану мембрану надо вытащить за лобовую доску ну сантиметров на пять это будет более чем достаточно а вот далее когда у вас подходит контрабрусу да то есть надо понимать что у вас он должен выпирать но хотя бы на 20 миллиметров вот лобовой доски вот ну и что делать дальше чтобы нам потом было удобнее надо отпилить от целого бруска где-то сантиметров 20 200 миллиметров вот чтобы потом если у вас доска допустим 100 на 25 то 20 миллиметров 200 миллиметров отпиливать от этого бруска вот если там у вас доска более широкая то там 240 или 260 то есть на ширину двух досок сейчас я пилю и дальше продолжим и так ребята я здесь напилил покажу вам то есть когда плотники когда плотники собирает контрабрус как я сказал отрезать кусочек давайте отсюда отключу его я поставил чтобы можно было вот так вот его снять отсюда эти брусочки по все стропильной системе давайте отключу их то есть мы сняли обрешетку первые две доски сняли в эти кусочки контрабруса потом сделали сделали декор лобовой доски подняли вывернули свободно без всяких там этих за затыкивания взяли капельник конденсата и прикрутили его на место далее после того как мы приклеили мембрану мы берем эти кусочки обратно и прикручиваем назад важно чтобы был на одной плоскости с контрабрусом здесь я на макете приключу это одним саморезом в реальности мы будем прикручивать их на два вот таким образом нам лично будет это все намного удобнее вот и потом уже доски которые снимали мы их в доске устанавливаем и продолжаем работать еще очень важный момент на котором я не сказал это крепление контрабруса то есть контрабрус крепится между саморезами или гвоздями до хорошими гвоздями но лучше лучше саморезами шагом через не более чем через 30 330 миллиметров минут 33 сантиметра а вот почему потому что во первых это силовая конструкция и во вторых то подложка дата ленты которая под контрабрусом она лучше прижимается поэтому нюансы надо учитывать то есть крепление саморезов делать чаще на контрабрусе и делаем обрешетку и еще один нюанс с обрешеткой то есть когда вы крепите обрешетку обязательно на два самореза да если это сотый если какая-нибудь обрешетка из 140 до или там 160 доски бывает такое вот то на три то есть минимум два чем шире доска тем больше крепление чтобы доска потом не сворачивалась в лодочкой вот и когда крутите обрешетку под когда говорят сплошная она не надо ее доску впритык делать надо оставлять где-то миллиметров пять между досками его друзья мы закончили наш макет наш узел до при таком узле когда ставится крюк соответственно здесь сначала делается фрезой выемка да и когда мы ставим крюк мы видим что у нас здесь есть забор воздуха и крюк далеко не торчит ну ребят на этом все надеюсь было всем понятно кто-то для себя что-то подчеркнул и будет этим пользоваться во всяком случае нам будет удобнее делать и собирать карнизный свес именно как я показал в этом ролике друзья ну а в следующих роликах мы начнем уже с вами изучать базовые узлы фальцевой кровли в разных вариантах один тот же узел в разных вариантах исполнения будем с вами делать вы будете куда-то учиться буду рассказывать все подробно как для курсанта для как для человека который но практически возможно никогда не подходил к фальцевой кровли вот я здесь в колледже примерно знаю насколько человек который ни разу не видел металл ни разу не видел инструмент ножницы по металлу как он себя ведет и я буду объяснять и показывать как курсанту здесь ну или студенту да вот поэтому оставайтесь с нами подписывайтесь на канал подписывайтесь на все наши другие ресурсы это в telegram вконтакте в ю тубе и еще где там а еще яндекс дзене вот подписывайтесь потому что возможно всякое может быть что-то заблокирует но информация и эти же ролики будут туда же заливаться так что так на этом все всем пока до скорой встречи